Доброе утро! В эфире канал ОТС Новости в студии Дмитрий Белькевич. И в этом выпуске я и мои коллеги расскажем вам о том, что думают о самоизоляции россияне. Сколько направят на поддержку строительной отрасли в кризис. И когда небольшие села области получат доступ в интернет. Подробности далее. Самоизоляция на время пандемии поможет победить коронавирус. Так считают почти 40% россиян. Исследование провел сервис поиска работы и подбора персонала Работа.ру. Эксперты просили больше 3000 респондентов в возрасте от 18 лет. Согласно результатам опроса, 38% россиян уверены, что самоизоляция ускорит окончание эпидемии. Еще 34% относятся к самоизоляции нейтрально. России нужен новый НЭП. В этом убежден лидер одной из парламентских фракций Сергей Миронов. Он предложил правительству страны в экстренном порядке разработать новую экономическую политику, чтобы справиться с последствиями пандемии. По словам лидера справедливо-россов Миронова, продление нерабочих дней было ожидаемо, и эта мера показала свою эффективность. Пока заболеваемость не снизилась, отказываться от нее рано. При этом парламентарий настаивает на необходимости в самый короткий срок разработать общенациональный план действий. Своеобразный аналог НЭП 20-х годов прошлого века. Участвовать в ее создании должны как государственные структуры, так и бизнес. Только такими мерами можно восполнить ущерб, нанесенный эпидемией, и придать импульс ускоренному развитию российской экономики, считает лидер справедливой России. 150 миллиардов рублей направят на поддержку строительные отрасли в России. Об этом сообщает прислужба одной из госкомпаний. Треть из этой суммы обеспечен государственными гарантиями. В итоге кредитная организация сможет напрямую выкупать у застройщиков квартиры в домах с условием, что их сдадут в эксплуатацию до конца июня будущего года. Таким образом выкупить могут до 3 миллионов квадратов жилья. Отмечу, эта мера поддержки коснется тех компаний, которые испытывают трудности в разных регионах страны. Это позволит поддержать рынок и выполнить задачи, предусмотренные рядом нацпроектов. Все равны, но некоторые ровнее. В Новосибирской области реализуют проект устранения цифрового неравенства. На обеспечение небольших сел и деревень доступом к сети интернет в регионе до конца будущего года вложат больше миллиарда рублей. О том, зачем интернет на селе, расскажут мои коллеги. Директор Дома культуры в небольшом селе Кубишевского района с утра в кабинете. Сломался домашний компьютер, вот и приходится целый день проводить за монитором служебного. Признается, хотя никаких мероприятий сейчас и не проводят, работы все равно много. Например, нужно оформить паспорта безопасности и доступности инвалидам сельского Дома культуры. Для этого требуется хорошая техника и скоростной интернет. Глобальная паутина появилась в помещении ДК 8 лет назад. Но тогда выйти в интернет можно было только из библиотеки. Интернет удобно. Что говорить? У кого родственники есть, далеко живут, они общаются, переписываются. Быстрее, чем дозвониться, быстрее письмо написать кого-то, с днем рождения поздравить. Вообще удобно. Удобно. Я просто опасаюсь, что настолько много пользователей, справится ли интернет с таким большим объемом. Нас много. Вот в чем дело. По словам собеседницы, вслед за социальными объектами доступ к сети появился и в домах селян. В итоге трафика подчас не хватает. Кто-то переписывается с одноклассниками, кто-то смотрит видео на разного рода хостингах. Кроме того, за многими госуслугами удобнее обратиться в онлайн-режиме, нежели ехать в райцентр или того хуже в Новосибирск. Меж тем региональные власти намерены и дальше расширять географию территорий, обеспеченных доступом к интернету. Только за прошлый год в районах области провели 4,5 тысячи километров оптоволоконных линий. В этом году работу продолжат, причем не только в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства. Мы синхронно приняли программу под названием 500+, которая идет именно как дополнение к федеральной инициативе по устранению цифрового неравенства. Мы смогли подключить за весь период действия программы, а действительно с 2016 года, 69 населенных пунктов, которые у нас имеют больше чем 500 человек населения. Оставшиеся 15 населенных пунктов из категории 500+, которые сейчас не обеспечены оптоволокном, это наша задача на текущий год и на следующий. Кроме того, до конца будущего года все населенные пункты области с населением в 250 человек также будут обеспечены оптоволокном. Сейчас региональные власти работают над тем, чтобы доступ к сети появился и в более мелких селах и деревнях. За последние два года мы вложили более 70 миллионов рублей в развитие сельской связи. Мы пришли опять же в оптику дополнительно в 121 населенный пункт, установили более 6 тысяч, подчеркиваю, новых портов ДСЛ. И соответственно, опять же хочу подчеркнуть то, что было сказано Анатолию Васильевичу, то, что на сегодняшний день, я полагаю, что сельские жители Новосибирской области более комфортно себя ощущают в этот непростой период пандемии. По оценке министра Дюбанова, интернет в домах селян появится намного раньше, чем запланировано федеральным проектом. Немаловажно, что в этом году на карте покрытия сотовой связью в Новосибирской области белых пятен также станет меньше. Устойчивый сигнал формата 3G появится в 57 населенных пунктах. Алина Штоколова, Дмитрий Белькевич, Оксана Тимошенко и Андрей Лебедев. Новости ОТС. И в продолжение темы цифровых технологий. Почти четверть тысячи учителей из Новосибирской области прошли уроки цифровизации. Бесплатные вебинары провела одна из компаний сферы онлайн-обучения. Эксперты рассказали преподавателям об удобных и доступных инструментах, которые позволяют организовать дистанционное обучение по основным школьным предметам. Старт кампании дали в марте. После прохождения обучения учителя получили навыки презентации материала, поняли, как обсуждать его с ребятами и контролировать выполнение домашнего задания. Примечательно, если ученики выполнят 100 домашних заданий на онлайн-платформе, их учитель гарантированно получит сертификат эксперта дистанционного обучения. К этой минуте у меня все новости. В студии работал Дмитрий Белькевич. Скоро увидимся. Смотрите эфир и архив записей телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Дмитрий Белькевич. Скоро увидимся. Доброе утро. Вы смотрите новости на ОТС. С вами Дмитрий Белькевич. Через несколько секунд вы узнаете подробнее о том, какие дороги в мегаполисе вскоре капитально отремонтируют, кто будет следить за реконструкцией Толмачева и как через интернет напомнят о подвиге предков Великой Отечественной войне. Смотрите далее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 20-х годов прошлого века. Участвовать в его создании должны как государственные структуры, так и бизнес. Только такими мерами можно восполнить ущерб, нанесенный эпидемией, и придать импульс ускоренному развитию российской экономики, считает лидер «Справедливорусов». 43 километра дорог отремонтируют в мегаполисе в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дорожные строители уже провели торги на 1,4 млрд рублей. Из 41 объекта на 3-х проведут реконструкцию. В частности, речь идет об участках магистрали от 2-й станционной до Большой на Гусинобродском шоссе и на улице Кедровой. Также капитальный ремонт ждет улицу Большевистскую от Мелькомбината в сторону улицы Достоевского. Второй объект на этом же участке – это перекресток в районе дома номер 119А. Третий объект – перекресток проспекта Строителей и Бердского шоссе. Самый безопасный призыв. Военные комиссариаты готовятся к набору новобранцев с учетом новых условий. В каждом из 500 военкоматов Центрального военного округа установили бактерицидные лампы, организовали дезинфекцию и раздельное посещение военных и призывников. Здоровью последних уделят особое внимание. Специалистов обеспечили защитными медицинскими масками, бесконтактными термометрами и наборами средств личной дезинфекции. Отмечу, что призывные комиссии в Сибири начнут работу с 12 мая. В Толмачево выбрали подрядчика по строительному контролю. Об этом сообщает пресс-служба в Воздушной гавани. Победителем конкурса на проведение этих работ стала компания «Спектрум Холдинг». Стоимость контракта – около 48 миллионов рублей. Согласно документам, компания будет контролировать ход выполнения планов капитального строительства, качества материалов и самой стройки, в соответствии работ чертежам, нормам и правилам. Сейчас аэропорт проводит еще один тендер на строительство первого этапа нового терминального комплекса. Его площадь составит 56 тысяч квадратных метров. Определят подрядчика во втором полугодии. Стоимость контракта превысит 14 миллиардов рублей. Весь проект реализуют в течение пяти лет. На него направят порядка 20 миллиардов рублей. Региональный информационный проект «Дорогами фронтовых бригад» стартовал в Новосибирской области. Он рассказывает о работе тех, кто поднимал боевой дух солдат на фронтах Великой Отечественной войны. До 9 мая на сайте дирекции фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ публикуют истории о фронтовых концертных бригадах, которые выступали в воинских частях, госпиталях, на мобилизационных пунктах и вокзалах, а также в партизанских отрядах. В сценической площадке артистов часто становился грузовик, платформа эшелона, палуба корабля, дорога, лесная поляна. Концерты давали днем и ночью, в любую погоду, в землянках, блиндажах, на крышах и чердаках, даже на огневых позициях. Это укрепляло боевой дух и поддерживало стремление солдат и офицеров до конца бороться за свободу Родины. На этом у меня все новости. В студии работал Дмитрий Белькевич. Не переключайтесь, впереди еще много интересного. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Дмитрий Белькевич. Доброе утро. В эфире канал ОТС Новости. С вами Дмитрий Белькевич. В этом выпуске я расскажу вам о том, зачем России новая экономическая политика. Помогут ли предприятиям с долгами за ЖКХ в Новосибирске и почему утка-путешественница застряла в аэропорту мегаполиса. Подробности далее. России нужен новый НЭП. В этом убежден лидер парламентской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он предложил правительству страны в экстренном порядке разработать новую экономическую политику, чтобы справиться с последствиями пандемии. По словам Миронова, продление нерабочих дней было ожидаемо. И эта мера показала свою эффективность. Пока заболеваемость не снизилась, отказываться от нее рано. При этом парламентарий настаивает на необходимости в самый короткий срок разработать общенациональный план действий, своеобразный аналог НЭП 20-х годов прошлого века. Участвовать в его создании должны как государственные структуры, так и бизнес. Только такими мерами можно восполнить ущерб, нанесенный эпидемией, и придать импульс ускоренному развитию российской экономики, считает лидер «Справедливая Россия». Новосибирские компании, деятельность которых приостановлена из-за пандемии, стали массово обращаться за рассрочкой платежей по ЖКХ. По состоянию на сегодня такая мера поддержки понадобилась 65 организациям. Представители новосибирского филиала СГК сообщают, что каждое такое обращение рассмотрят индивидуально. При этом в компании отметили, что предоставить льготные условия смогут не всем. Приоритет у тех компаний, которые в течение длительного периода времени добросовестно исполняли свои обязанности по оплате потребленных ресурсов. И действительно попали в сложную финансовую ситуацию. Строительство собственного дома, пусть и дачного, дело хлопотное. Значительные трудности возникают не только при проектировке или возведении здания, но и при регистрации документов. Меньше года остается у тех, кто не зарегистрировал такую недвижимость в установленном порядке. Чем опасно промедление в этой ситуации, расскажут мои коллеги. По нормативам, которые применяются к жилым домам, расстояние от самого дома до границ земельного участка должно быть не менее трех метров. С 1 марта 2021 года вот этот строящийся дом нельзя будет оформить собственностью. Домики на садовых участках больше не дачи. С точки зрения закона теперь это такое же жилье, как и в любом населенном пункте. В нем можно прописаться, его получают наследство, продают или покупают в ипотеку. Сегодня в стране действует режим дачной амнистии. Это значит, зарегистрировать садовый домик можно по упрощенной схеме. 1 марта 2021 года процедура оформления жилого дома на садовом участке, она усложняется в несколько раз. Во-первых, она становится намного дороже, сложнее по количеству документов. И в большинстве случаев она становится просто невозможной из-за того, что несоблюдены отступы, либо какие-то еще вещи не соответствуют градорегламентам. В Новосибирской области около тысячи садовых обществ. И только пятая часть домов в них оформлены в собственность должным образом. Мы со своей стороны каждый год на общем собрании проводим эту работу, объясняем людям, что необходимо узаконить дома, которые построены на садовых участках. И пока упрощенная процедура регистрации действует, соответственно, надо по максимуму узаконить те дома и строения, которые построены. Николай Резник стал садоводом только в прошлом году. Дом на участке в собственность оформил сразу же. Ведь уже в ближайшем будущем собирается переехать туда из городской квартиры. Когда узаконенный дом, уже меня с этого участка и с дома никто не выгонит. А так придут, скажут, извини, пожалуйста, вот тебе деньги за землю, забирай дом свой и уезжай. Сегодня вся процедура занимает около месяца. Для того, чтобы узнать, оформлен ли садовый дом в соответствии с законом, можно посмотреть публичную кадастровую карту. Если строение на карте не значится, обратиться к любому кадастровому инженеру, который выполнит все работы по регистрации права собственности. Станислав Блинов, Александр Егоров, Новость ОТС. Утка-путешественница не может встретиться с хозяевами. Несколько дней назад жители Крыма прилетели со своим пернатым питомцем в Новосибирск из Вьетнама. С тех пор птица живет в аэропорту Толмачево, а ее владельцев отправили в обсерватор. Утку по имени Борислава совсем малышкой спасли на вьетнамском птичьем рынке, где она сидела в клетке с 15 своими сородичами. Неравнодушные россияне забрали утенка, и за полгода пернатая стала настоящим членом семьи. У нее даже есть свой инстаграм и несколько сотен подписчиков. Хозяева уверяют, перед возвращением на родину они оформили все необходимые документы, включая международный паспорт. Сделали прививки, но этого оказалось недостаточно. Вопросы возникли у регионального управления Россельхознадзора. Именно это ведомство, по словам владельцев, не дает утке пересечь границу. Люди пока ничем не могут ей помочь. Они заперты на карантине. Международная ассоциация ветеринаров в Вьетнаме уверена, что вот этих документов будет достаточно для того, чтобы утка беспрепятственно попала на территорию России. То есть мы все это уточнили очень много раз. На ветконтроле нам сказали, что у нас нет разрешения от Россельхознадзора. Мы пытались объяснить, что это домашнее животное, не дикое. То есть пока они решают вопрос, что будет с суткой, какая ее будет судьба. Ничего нам лично не сообщают, хотя у них есть номера телефонов. Вот. То есть мы сейчас сидим просто в неведении. Вроде бы как нам какой-то ответ дали, но проверить мы этого даже и не можем, что там происходит. Вот. Тем более после тех слов, да, что мы ее убьем. Ну, конечно же, мы на нервах. К этому часу у меня все новости. С вами был Дмитрий Белькевич. Оставайтесь дома и смотрите канал ОТС. Смотрите эфир и архив записи телеканала ОТС в сервисе Перст-ТВ. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...